Новости региона в эфире. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Неделя, которая решит многое. Цифры и мнения заседания Оперштаба. 18 разрушений, из них почти половина серьезные. Удается ли дорожникам Холмогорского района восстанавливать участки после паводка? Легко и безопасно голосование по поправкам в Конституцию. А как это будет у нас? От Сан-Фаянса до 3D-программирования. Большой ремонт в школах. И в Архангельск доставлен плод с лесом. Расскажем, почему он последний. Итак, ограничения, которые действуют в регионе по 14 июня, снимут после недельного мониторинга. Конечно, особое внимание приковано к Северодвинску, где динамика заболеваемости в три раза превышает уровень по области. Как было отмечено на заседании Оперштаба, для оказания помощи туда мобилизуются врачи областного центра. В госпитале города Корабелов из 316-37 коек свободны. По нашему агентству, ЦМСЧ 58, из развернутых 95 коек, сегодня свободных 20. У нас был первый день, сегодня большая выписка. Со слов Минздрава, возросшая статистика по заболеваемости ОРВИ, следствие того, что полностью ушли случаи, когда человек переносит болезнь на ногах. Сейчас та ситуация, которая есть в обществе, и та тревога, которая есть в обществе, минимизировала систему переноса на ногах. Сейчас обращаться, конечно же, стали чаще. Количество тестов на COVID-19 увеличилось вдвое, число вновь выявляемых случаев остается стабильным. Наша задача сейчас мониторить в течение, вы сказали, 7 дней о том, что ситуация стабилизировалась или нет. Таким образом, мы будем понять достаточно тех мер, которые мы приняли в первую очередь в Северодвинске и по всей области в целом, чтобы утверждать, что мы в целом локализовали и очаг, и взяли полностью ситуацию под контроль. Добавлю, что за последние сутки выявлено 132 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших 3217 выздоровело 897 человек. И в разгар пандемии очередная бездумная выходка. Этой ночью на бригаду архангельской скорой совершено нападение. Все случилось в момент, когда медики прибыли на вызов по адресу Гагарина, 50. Установлено, что к машине скорой помощи, в которой уже находилась пациентка в тяжелом состоянии, неожиданно подошел незнакомец с пистолетом в руке и потребовал фельдшера выдать ему обезболивающее. Благо, в машине имелась тревожная кнопка. Указанное сообщение было передано всем наружным нарядам полиции. Словомышленник был задержан сотрудниками Росгвардии и передан следственной оперативной группе. В настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий. У злоумышленника издет пневматический пистолет. Добавим, что в этом году это уже второй случай нападения на работников скорой помощи. Да, хочется, чтобы наших медиков мы отвлекали только по двум случаям. Когда нам действительно плохо и когда мы от души хотим сказать спасибо. Не меньше симпатий сегодня заслуживают и волонтеры. Теперь они решением президента могут быть удостоены знака отличия за благодеяние. Два сложных месяца борьбы с пандемией позади. И за это время свои безграничные возможности показали наши волонтеры-добровольцы. По зову души от чистого сердца они помогали пожилым людям преодолеть все несгоды. Происходило это по-разному. Разговоры по телефону, доставка лекарств и продуктов на дом. Очень много положительных эмоций от того, сколько нам бабушки говорили спасибо, желали нам постоянного здоровья. Но бывало очень тяжело, когда ты к бабушке и дедушке приходишь и они просто начинают плакать. На самом деле становится очень так обидно за них, потому что они радуются не столько пакету продуктов, сколько именно вниманию. То, что о них помнят, о них не забыли. Незабытый труд волонтера. Президент России подписал указ о награждении знаком отличия за благодеяние. Награду вручат за значительный вклад в развитие добровольческой деятельности, социально значимых проектов, оказание безвозмездной помощи людям. Мы за эти последние несколько лет накопили очень серьезный потенциал в развитии вот этого института гражданского общества, как добровольчества и волонтерства. Сегодня самое важное со стороны власти – это оказать признание вот этому институту гражданского общества. Ну, по-человечески сказать спасибо. Меры поощрения разрабатываются и на региональном уровне. В марте на областной сессии депутаты одобрили изменения в областной закон о государственной поддержке добровольческой деятельности в Архангельской области. Специальный диплом с самым активным благотворителем будет вручать лично губернатор Архангельской области в торжественной обстановке. Кроме того, в региональном парламенте идет работа над законопроектом о введении областной награды для волонтеров. Лучший доброволец Архангельской области. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион-29. Регион будет участвовать в госпрограмме комплексного развития сельских территорий и подготовка предложений на особом контроле Александра Цибульского. По итогам прошлого года Архангельская область по объемам привлеченного федерального финансирования стала вторым среди субъектов страны – более 1 миллиарда рублей. На эти средства сейчас возводится школа и ремонтируется клуб в Ниандомском районе, строится терапевтическое отделение ЦРБ в Красноборске. В списке еще несколько объектов со сроком сдачи в этом году. Это очень перспективное направление, крайне важное для области, поэтому нам очень важно в этой программе занять достойное место и получить соответствующие ресурсы. Новый пакет предложений от региона направлен в Минсельхоз страны. Это строительство и ремонт 36 соцобъектов в шести муниципальных образованиях. Объем федеральных инвестиций составит больше полутора миллиардов рублей. 30 миллионов на детские сады, более 120 на школы. Городская казна обеспечивает капитальный ремонт образовательных учреждений Архангельска. Плюсом средства выделяет и областной бюджет. Что изменится в школах к первому сентября, узнала Анна Рязанова. В 35-й школе Архангельска пока только привыкают к современной системе видеонаблюдения. 30 камер, больше миллиона областных средств на монтаж. Впечатления, как ни странно, производят и уборные. Не в каждой школе сегодня встретишь такие. В этом же году здесь появилась автоматическая пожарная сигнализация. Мы сделали перепланировку на четвертом этаже. Там были перегородки, которые не соответствовали требованиям пошнодзора. Прежде чем установить новую пожарную сигнализацию, мы к ней готовились фактически два года. Сносили перегородки, делали где-то новые перегородки и так далее. Целевую субсидию города – миллион двести – получила образовательная организация на установку пропускной системы, так называемых «скудов». Такие турникеты установят и в 11-й школе Архангельска. Кроме этого, здесь обновится спортзал. Частично отремонтируют потолок, поставят окна с дистанционным управлением. Освежат и входную зону в актовый зал. Одна из таких достаточно серьезных проблем – это ремонт крыльца. Мы уже в течение нескольких лет частично ремонтируем своими силами. И в этом году мы подали ходатайство на капитальный ремонт. И надеемся, что на следующий год нам выделят средства. В 25-й гимназии в ремонте весь третий этаж. И здесь готовят универсальный IT-класс. 30 мест с компьютером, с доступом к Wi-Fi. Ребята смогут осваивать 3D-моделирование. Такого больше не встретишь ни в одной школе области. Посмотреть строение какого-нибудь существа по программным продуктам. И каждый ребенок может посмотреть, как это выглядит. Или как это выглядит в природе. То, что у нас невозможно сделать в реальном кабинете биологии. На ремонт архангельских школ одна только городская казна выделяет более 120 миллионов рублей. В этом году мы смогли привлечь, я бы сказала, очень большие суммы в наше образовательное учреждение. За счет участия в конкурсах, которые объявило правительство Архангельской области. Наиболее ярко у нас, конечно, это идут капитальные ремонты 9-й школы и 77-й. Где возможность была привлечения федеральных денег, субъекта и муниципалитета. Из областного бюджета на обновление городских школ направлено 60 миллионов. Деньги потратят на укрепление материально-технической базы, проведение работ по пожарной безопасности, на капитальные ремонты кровли и благоустройство территории. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, регион 29. Александр Цибульский обсудил с главой Плесецкого района состояние соцобъектов. По словам Игоря Арсентьева, одной из болевых точек является строительство школы в поселке Оксовский, которое было приостановлено в 2014 году. Более 300 ребят вынуждены учиться в три смены. Требуется около 8 миллионов рублей на реанимацию проекта. Местные власти планируют решить этот вопрос в диалоге с бизнесом. Есть готовность вкладываться в социальную инфраструктуру территории, на которой они находятся. Это может быть консолидировано, либо отдельно, как им удобно. Но такие переговоры надо вести, тем более, что я знаю, что они с удовольствием в таких проектах участвуют. Но и при этом смотреть возможности нашего бюджета. Другой соцобъект районный центр дополнительного образования в Плесецке на капитальный ремонт здания необходимо около 13 миллионов рублей. Глава региона сообщил, что будет готов рассмотреть вопрос финансирования в рамках визита в Плесецкий район. Успеннигу с райцентром снова связывает автобус в Холмогорском районе. Спецкомиссия оценила дорогу, которая в числе пострадавших от паводка. Состояние, конечно, не на отлично, но дорожники и не скрывают. Работы в этот сезон предстоит больше обычного. Еще недавно этот участок был настолько скрыт водой, что едва виднелись дорожные знаки. Беспощадный паводок ушел, повредив и асфальт, и берега, по которым идет дорога. На территории Холмогорского района более 40 километров региональных участков ежегодно оказываются в зоне затопления в этом году. У меня в районе по региональной сети только 18 мест разрушения. Причем серьезных 8, я заявляюсь, остальные 10 участков я попытаюсь восстановить за счет контракта отпущенных средств на содержание дорог. Но в каждом конкретном случае разный исход. Где-то пустить автогрейдер, а где-то и вовсе принять решение о переносе дороги подальше от обрыва. Первый шаг изыскания всегда у нас перевод в другую категорию, а потом уже стройка. Это не надо ждать, что эта процедура сегодняшнего прям быстро решится. Разрушение на седьмом километре дороги Успиннига-Верхние Матигры дорожники осматривают вместе с инспекторами ДПС и получают предписание навести порядок. До момента устранения недостатков уличной дорожной сети будут установлены дорожные знаки сужения полосы справа и ступенчатого ограничения скорости 70 и 50 километров в час. Но самое долгожданное решение для жителей по маршруту 114 снова пойдет автобус. Он как раз связывает райцентр с Успиннигой. Попутчиками становятся жители еще пяти деревень. Маршрут 114 будет ходить три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Первые рейсы уже делает и автобус Междугороднего 516 маршрута Архангельск-Успиннига. Артемий Заварзин, Александр Угольников, Регион 29. 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Дату своим указом определил президент страны. В Архангельской области откроется более 800 избирательных участков. Впрочем, в этом году их работа во многом будет отличаться от предыдущих кампаний. Один из главных моментов – голосовать можно будет на протяжении недели. Подробности у Алексея Шемякина. Перчатки, маски, санитайзеры, необходима дистанция, измерение температуры и обязательная обработка помещений. Голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет легко и безопасно. Таков девиз кампании. Для тех, кто все же опасается посещать участковую избирательную комиссию, голосование на дому. О своем желании можно сообщить через портал Госуслуг до 21 июня. Также обращения будут принимать участковые избиркомы с 16 июня по 1 июля до 17 часов. В саму квартиру из члены комиссии заходить не будут. То есть все будет передаваться через запечатанный пакет, бюллетень, маска, опять же, ручка, салфетка индивидуальная и заявление, которое избиратель заполняет. То есть максимально бесконтактным способом провести это голосование. Самое важное отличие голосования от всех предыдущих кампаний – формат проведения. По сути, целая неделя дается жителям на то, чтобы определиться с выбором с 25 июня по 1 июля включительно. Делается это для того, чтобы опять-таки не допустить больших скоплений людей. Всего по региону будет работать 851 традиционный избирательный участок, плюс временные – на судах флотов, вахтовых поселках, больницах, СИЗО и даже на придомовых территориях. В труднодоступные территории по море отправятся вертолеты. А для отдельных групп населения, как обычно это и принято, организуют досрочное голосование. Словом, сделать выбор сможет каждый. Даже если находитесь вы не по месту регистрации, для этого нужно лишь подать заявление до 21 июня через единый портал госуслуг, территориальную или свою участковую комиссию, либо через МФЦ. В столице по море откроют свои двери 195 избирательных участков. На общероссийском голосовании будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Это 67 избирательных участков на территории города Архангельска. На участках общероссийского голосования будут присутствовать наблюдатели. Они будут представлять Общественную палату Российской Федерации и Общественную палату Архангельской области. В общем-то, они будут присутствовать при всех процедурах общероссийского голосования, и в том числе на голосованиях вне помещений для голосования. Время работы избирательных комиссий с 25 июня по 30 июня еще определяется, а с 1 июля в единый день голосования они будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Алексей Шемякин, Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Регион 29. Продолжаем. В Северодвинске власти объяснили, почему были вынуждены согласовать отключение горячей воды и проведение гидравлических испытаний. Напомним, 8 июня в городе Корабелов пропала горячая вода. Связано это с подготовкой теплосетей к очередному отопительному сезону. Однако в администрации Северодвинска множество сообщений о том, что нельзя отключать воду на время эпидемии. Больницы переполнены. Как пояснили нам в комитете ЖКХ, первоначально приступить к гидравлическим испытаниям планировали еще 1 июня. Но из-за ситуации с пандемией передвинули срок. Но больше тянуть нельзя. Необходимо время для устранения всех дефектов. Мы можем получить с вами холодные дома, холодные больницы в сентябре, в октябре месяце. А это уже недопустимо. Планируется, что в случае технической возможности начало подключения пойдет со второй половины дня четверга. То есть и, соответственно, с нарастающим итогом. Сегодня в 9 утра в трубы теплоснабжения уже подали воду под давление. Пока обнаружено 14 дефектов. Всем, кто накануне посещал Маймаксанское кладбище, открывалась нерадостная картина. Тут и там куча мусора, появившаяся явно не в один момент. О ситуации Александр Богданович. Родительская суббота. Территория кладбища то ли после большой и хаотичной приборки, то ли в ожидании ее оказалось второе. Не убираются ничего, да. Вообще никогда не убираются? Ну, всегда полные. Мы ездим, всегда полные. Ага. А сами куда мусор свой вывозите? Вот видите. Мы сейчас пойдем до помойки, к следующей могилке, по пути в помойку выбросываем. Кладбище вообще в ужасном состоянии. Мне кажется, это каждый год это. Вот эти вот свалки, да? Да, да, да. А вообще не вывозится ничего, ни разу не видишь? Я этого не видела. Содержание кладбища в належащем санитарном состоянии – обязанность администрации округов Архангельска. Это значит, что с 1 января 2020-го власти должны были заключить договор по вывозу мусора с региональным оператором компании «Экоинтегратор». Администрация Цоломбальского округа заключила с нами договор на вывоз твердых коммунальных отходов с Маймаксанского кладбища. Но, к сожалению, в начале года перевозчик предыдущий снял контейнеры. У нас там на данный момент не хватает количества контейнеров, поэтому мы увеличили чистоту вывоза. Мусор с кладбища вывозится два раза в день. Но это только с Маймаксанского. Если говорить о любом другом, то механизм аналогичный. Администрация округа должна подать заявку рекоператору и заключить с ним договор. Некоторые администрации уже заключили контракты по 44-му федеральному закону с другими перевозчиками. Но с 1 января они должны быть расторгнуты. Мы уже неоднократно поясняли главам округов, что это незаконно, если твердые коммунальные отходы забирает и вывозит иной перевозчик. Это незаконно. Поэтому эти контракты должны быть расторгнуты. И подана заявка в «Экоинтегратор». Вопрос о том, чтобы при кладбищах были свои администрации, стоит уже несколько лет. В тесной связке они бы работали с властями и следили за чистотой. Со всей ответственностью юрлица. На кладбище должен быть все равно единый хозяин, который будет следить, смотреть со своим бюджетом. И тогда уже, если будет администрация кладбища, тогда уже, я считаю, что будет уже более и порядок, и более сконцентрировано внимание на этом кладбище. И уже таких каких-то вопросов, проблем уже возникать не будет. Пока же бдительным северянам рекомендуется фиксировать случаи мусорного хаоса на кладбищах. Фото можно отправлять рекоператору. Кроме того, работает и телефон горячей линии. Александр Богданович, Евгений Зыков, Регион 29. В Архангельск доставлен последний в этой навигации плот с лесом. Объем превысил 10 тысяч кубометров. Основную часть пути, а он занял 10 дней, плот транспортировали два буксира в голове и в хвосте. У южной границы порта Архангельск на помощь пришли еще пять буксиров. Их задача – контрольная проводка. Скорость движения каравана 3-4 км в час. Специалисты объясняют, что тут как раз работает принцип «тише едешь, дальше будешь». Судовождение с плотом – это вообще целая наука на самом деле. Объем массы самого плота, скорости течения, ветра – это огромное сопротивление, которое нужно преодолеть. Сам по себе лес не может этого сделать. И эту функцию несет головной буксировщик. В этом году плотовой сплав прошел успешно. Буксиры доставили более 20 тысяч кубометров древесины. Сформировать больше в Верхнетоемском ЛПХ не смогли за аномально теплой зимы. Сейчас основной сплав пойдет баржами. В эту навигацию буксирам предстоит доставить в Архангельск более 600 тысяч кубометров древесины зимней заготовки. Будьте с нами и узнаете много интересного. Ждем встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин